В главных ролях Паскаль Петти и Роджер Мур. Сентябрь 1943 года навсегда останется в памяти итальянцев. В стране наступил полный хаос. Немцы не знали, как обращаться со своими союзниками, друзья они или враги. А у итальянцев было лишь одно желание, чтобы как можно скорее окончилась война. Фронт непрерывно передвигался и делил Италию на две части. Юдив, юная сирота, которой были чуждо политические интересы, прятала на своем чердаке беглецов из концентрационного лагеря. Ее маленький брат Марчелло очень привязался к Джоэ, одному из этих беглецов. Добрый вечер! Добрый вечер! Марчелло, как твои дела? А как наш раненый? Вот, возьми, он очень вкусный! Хорошо бы доктору, но как его сюда привезти? Зачем? Кто доктор? Вам очень нужен доктор. Очень нужен доктор, понимаете? Не надо доктор, я говорю. Добрый вечер, доктор. Очень замечательный доктор. Благодарю вас. Марчелло, нам пора идти. Все, пока, Марчелло. Я хочу еще немножечко побыть, Джоэ. Мы придем завтра, а сейчас тебе пора спать. Идем. Что он сказал? Он вас благодарит тысячи раз за все. Мы забыли про сигареты. Это все, что я смогла достать. Спасибо. До свидания. До свидания, Джоэ. До свидания, Джоэ. Я тебе запрещаю ходить к ним без меня. У тебя никогда нет дома? Почему ты одна работаешь? Я ведь тоже могу. Нет, нет, нет. Тебе надо ходить в школу. Я хочу, чтобы ты стал образованным человеком. А когда вырастешь, купишь для нас обоих маленький домик в городе, хорошо? А Джоэ тоже поедет с нами в город? Нет, почему? Он вернется в свою страну. А если война никогда не кончится? Он так и будет жить у нас. Не говори глупости. Немцы, бежим. Подожди, я пойду с Каржоэ. Теперь уже поздно. Что они с ним сделают? Ничего. Зачем мы тогда с тобой убежали? Так надо. Марчелло. Марчелло. Марчелло не понимал, какая ему грозила опасность. Спасая своего друга, он попал в перестрелку. Всегда за все расплачиваются лучшие люди. Самые честные, благородные, ни в чем не повинные. И только подлецы остаются всегда в выигрыше. Ги уници, ке риушиванно агапарсела, Эрано и биглякки. Банда подлецов. Фильми снимались. Арульдо Тьерри. Франк Виар. Луиза Матиоли. Ренато Де Кармине. Меммо Каретенуто. Альдо Буфи Ланди. Арки Саваджи. Аттилио Доттезио. Манлио Де Анджелис. А также Шилла Габбель и Карл Шелл. Авторы сценария Фабрицио Тальони Джулиано Карнимео. Режиссер-постановщик Фабрицио Тальони. А ты хорошо выспался? Как всегда, чуточку. Тебя хорошо, всюду устраиваешься. А вот я не сомкнула глаз. Ужасный воздух. Все время ходят люди. И когда же мы наконец приедем в Форджио? Никто не должен знать, куда мы едем. За всех мы едем в Сан-Биас. Запомни Сан-Биас. Наконец-то. И ты собираешься меня впихнуть в эту рухлядь? А ты ждала, что тебе подадут Роллс-Ройс? Почему так поздно? Укладывайте свои вещи и поедем. Скажите, у вас нет ничего горячего? Горячего? Сейчас полетят самолеты. Они вам такого горяченького преподнесут. Останетесь довольны? Грубей, Ян. Джермана, замолчи. А мы еще ездили просвещать каких-то абиссинцев. Замолчишь ты наконец? Извините, господа, но я прошу вас выйти. Что это значит? Вы не одни едете. Ты плохо себя чувствуешь? У меня безумно болит голова. Дай я тебе помогу. Слушай, Джермана, сейчас не время капризничать. Ты мне надоел. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, это Сони. Моя жена. Очень приятно. Дероси, моя супруга. Если не ошибаюсь, вы коренной ежанин? Да, вы не ошиблись. Я из Потенции. Очень холодно, не правда ли? Я готов, можно ехать. Прекрасно. Прошу вас, пожалуйста. Нет, нет, нет. Что вы? Сначала ваша супруга. Да, пожалуйста. Поверка документов. Сейчас покажу. У меня все в порядке. Все в порядке. У меня есть все, что надо. Сейчас. Вот документы. А вот это права, маршрутная карта, разрешение на проезд. У меня все есть. Благодарю. Подожди, подожди. Ты на чем ездишь? На бензине? Конечно, на бензине. И где ты его берешь? У меня есть талон на горючее. Этих шоферов надо проверять. Все они жулики. Кто жулики? Это начальство так говорит. Поменьше разговаривай, а то отберу у тебя машину. Машина? Мне как раз такая нужна. Но я же был вежлив. Дай-ка технический талон, быстрее. Куда я его девал? Куда я его девал? Поищи, поищи. Куда я мог его засунуть? Проклятый талон. Вот, пожалуйста. Дай-ка сюда. Я же говорил, что у меня все в порядке. Убедились? Можешь ехать? Так и шефер. Мистер шефер. Ну, в этот раз обошлось. Но мне интересно. Часто нас так будут проверять. А ты думала, что это усилительная прогулка? Разве ты здесь? А где я должен быть? Так это вы, господин Росси? Нет, я сижу напротив вашего мужа. Рядом со своей женой. Но кто же тут налево от меня? Кто? О, боже. Кто вы? Я путешествую инкогнито. Здесь кто-то есть. Остановите, пожалуйста, остановите. Сюда, шофер. Что тут у вас? Кто этот человек? Откуда он? Первый раз вижу. Добрый вечер. Вы умеете хранить тайну? Что это значит? Выходите, я тороплюсь. Выходите, не то я вас выброшу. Вы не могли бы быть немного повежливее. Мы не одни здесь дамы. Они взяли узнать, кто вас посадил в машину. Мои друзья немцы на контрольном пункте. Они узнали, что вы едете на юг и предложили мне место в этой машине. Если вы не верите, спросите у них. Я спрошу. Нет, мы и так потеряли массу времени. Пусть этот человек едет вместе с нами. Надеюсь, никто из нас не будет возражать, не правда ли? Ты согласна? Да, а вы? Конечно. А вы, синьор? Боже мой, пусть едет, я не возражаю. Прошу прощения, господа. Вы, кажется, забыли, что машина принадлежит мне. Это мой кусок хлеба, и надо платить за проезд. Он заплатит. Чего вы боитесь? Конечно, я заплачу. Не платите. Но только натуры. Натуры о чем? Простите, вот. Ты хочешь отделаться цыплятами, а мне нужны деньги? Ну хорошо, хорошо, потом разберетесь. Только возьмите хоть цыплят. Берите в конце концов. Что значит возьмите? Может быть, они тухлые? Все мы итальянцы, вы со мной согласны? А он думает иначе. Цыплята все-таки лучше, чем ничего. Вам на все наплевать. Вы считаете, что вы здесь теперь хозяева. Эй! 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 Стой! Стой! Стой, тебе говорят! Ты посмотри, что здесь делается. Стой! Остановишься ты или нет? Что тебе? Я тебе кричу и подаю знаки. Почему ты не останавливаешься? Если я буду останавливать свою машину каждый раз, когда мне подают знаки, я никогда не приеду на место. Будь они прокляты. Все разбомбили. Конечно, эти негодяи разворотили всю дорогу. Никак не проедешь. Проклятые самолеты. Слушай, это твоя машина? Нет, не моя. А куда же делся хозяин? Не знаю. Ушел, наверное, искать другую. Ну, тебе здорово повезло. Надеюсь всегда на Бога. Надейся, надейся. А что теперь мне делать? Эй, шофер! Иду, иду. Куда ты? Постой. Что случилось? Почему мы стоим? Разбомбили дорогу. И что же? Здесь теперь не проехать. И что же делать? Откуда я знаю? Вы куда едете? Это вас не касается. Вы кто такой? Может быть, мы могли проехать другой дорогой? Никакой другой, кроме этой, я не знаю. Не сидишь же нам здесь, надо что-то делать. А вы, милейший, знаете эти места? Нет, конечно. Знаешь? Тогда что же вы стоите как копаны? Мне, прежде всего, надо знать, куда вы едете. Не вмешивайся. Сейчас не время припираться. Я вам скажу, они едут в Кампо Баса. Кампо Баса, да. Так и я же туда еду. Мне нужно в Кампо Баса. Смотри-ка. А куда ведет эта дорога? Мы сможем по ней проехать? Или придется делать круг? Возьми меня, я тебе все расскажу. Это похоже на шантаж. Тогда вы карабкиваетесь сами. Брось с ним спорить. У тебя деньги есть? Ты хватит этого? Немного. Подкинь-ка еще. Сколько же тебе нужно? По меньшей мере по тысяче на проезд и багаж. Хорошо. Вот, получи на двух человек и багаж. А почему за двух? Да, за двух. А вам-то какое дело? Ну мы же все не поместимся. Ничего, ничего. Надо только немного потесниться. А теперь скажи, как нам надо ехать? Туда. И на первом перекрестке свернешь налево. Да, но имей в виду, дорога отвратительная. А когда мы доберемся... Потом скажу, когда доедешь. Ты им не говори сейчас, а не потом. Скажу, не бойся. Поверю тебе на слово. Сбегаю сейчас за вещами, я быстро. Эй, шофер, видишь багаж? Я еще не ослепил. Так погрузи его, только осторожней. Там хрупкие вещи. Синьорина, 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 синьорина. Марчелло. Да какой там Марчелло? Я Микелли, Микелли, а не Марчелло. Хватит спать, я нашел машину. Нас ждут. Идите, скорее, скорее. Ну вот и я. Сейчас сяду и можно ехать. Эй ты, я вижу, ты первый хочешь лезть в машину. Тебя веживо, если никто не обучал. А что? А то, что первый должна сесть дама, а не ты. Ну-ка, откинь борт. Откинуть борт. А дальше? Спусти лестницу. Осторожней, осторожней, это не твоя машина. Извините. Осторожней, не ударьтесь. Так. А теперь ты. Можно? Давай, лезай. Только не по ногам. Осторожней, осторожней, прошу вас. Простите, я немного подвинусь. Садитесь на мое место. Спасибо. Благодарю. У вас больше прав, вы заплатили. А вы, на честное слово, путешествуете? В некоторых заседах. Как видите ли, у меня довольно солидная рекомендация. КОНЕЦ КОНЕЦ И куда же ты меня завез? Да мы почти приехали. А дальше куда? Вон, видишь? Ни на что не смотреть. На дорогу. Вот по ней надо ехать. Потому что тебе туда надо. Это дорога к Кампобасе. Ты, видно, спятя. Что же, по-твоему, я должен ехать днем по открытой дороге и ждать, пока тебя разбомбят, ведь если появится самолет, от нас мокрого места не останется. Брось. Ну что тут еще? Ехать по совершенно открытой дороге среди бела дня. Простите, но я еще не совсем сошел с ума. Мне моя шкура дороже. Он боится самолетов. Что же делать? Слушай. Дай побольше газу и все. Здесь каких-то 30 километров. Живо проскочишь. Ты плохо знаешь мою машину. Она делает 20 километров в час. Я меньше, чем за полтора часа не доеду. Но подумай о наших дамах. Да плевать, я хотел на этих дам. Как ты выражаешься? Если бы это от меня зависело, я бы вообще никуда не поехал. Но моя жена, вы понимаете, она хотела повидать своих родных. Конечно. Простите, но до наступления ночи я не двинусь. Хотите, едите пешком? Пешком? Да и шагу не могу сделать. У меня нога распукла. Это путешествие твоя идея. Прошу вас, сейчас не время ссориться. У него отвратительный характер. Ну подумайте. Так можно замерзнуть. Прошу тебя, дорогая. Ну так что же. Ну позволите мне. Поскольку вы все не хотите двинуться с места, я предлагаю зайти к одному моему приятелю. Человек, он гостеприимный. Огромная печь, тепло. Хозяйка нам приготовит макароны. Чудо. Идемте, он здесь живет рядом. Макароны, идем. Ты бы тоже пошел. Разве что только из любопытства. Ну ладно, пойдемте. Дон Винчанце! Дон Винчанце! Дон Винчанце! Дон Вичи! Эй, послушай. По-моему, тут никого нет. Как никого? Он же здесь живет. Значит, они все умерли. Черт, как холодно. Сейчас не лето. Прошу вас. Спасибо. Дон Винчанце! Дон Винчанце, откройте! Мы ваши друзья! Смотрите, здесь были немцы. Нам только этого не хватало. Хорошо, еще что дом на месте. А может немцы там? Нет, по всем признакам их уже нет. Вы как хотите, я ухожу. Стойте, 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 куда вы? Подождите, не уходите. Нет, я туда не пойду. А я рискну. Зовите всех сюда, пусть погреются. Здесь все-таки теплее. Здесь все-таки теплее. И так спорят. И я рискну. Поехали. Вот. Это все-таки теплее. Я рискну. КОНЕЦ 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 Настоящий свинарник. Ладно, пойдемте сядем. Как мне это надоело. Полное отсутствие комфорта. Ну и что говорить? Путешествие не из приятных. Я просто в отчаянии. Эти рыки и ямы. Какой ужас. А у меня еще болят ноги. Подойдите-ка сюда. Вы ко мне? Да, к вам. Это вы, по-моему, обещали нам чудесный обед с макаронами. Что я могу сделать? Это не моя вина, что они отсюда уехали. В нашем кругу люди обычно выполняют то, что обещают. Сразу видно, что мы на юге. А зачем же вы так стремились на юг? Я? Да. Если бы это зависело от меня, я бы предпочел жить дома. Да, под бомбами? Какие бомбы? Я бы жил у себя в имении. Там у меня и свиньи, и цыплята, между прочим. Где этот тип с цыплятами? Цыплята? О чем вы говорите? Вот он. Они у него. У тебя? Можно на них взглянуть? На кого? На цыплят. Зачем тебе? Это мои цыплята. Я тебе заплачу. Тогда сговоримся. Это другое дело. Сначала покажи. В наше время им цены нет. Все равно я их куплю. Да, между прочим. Не кажется ли вам этот тип подозрительным? Ну то, с цыплятами. А что вы думаете? Нет, нет, нет. Я ничего не утверждаю. Но он представил себя как друга немцев. Не мешало бы за ним присмотреть. Вы хотите, чтобы я? Нет, нет. Я возьму это на себя. Простите за беспокойство. Вы себя плохо чувствуете? Подыхаю от здоровья. Как-то не вовремя. Может быть вам что-нибудь нужно? Сигарету. На сигарету. Прыг. Вы это видите? Вы не поможете нам, синьорина? Так, так. Мы сейчас с вами приготовим замечательный обед, синьорина. Мне удалось его уговорить. Вот почему мы здесь. Извините. Я же вам сказала. Я еду к своим родителям. Повидать маму и даже папу, конечно, неплохо. Но в наше время настоящие родители это деньги. Послушайте меня. Поедемте в Няполь. Я даю вам честное слово. Вы там сможете великолепно устроиться. Там много офицеров, особенно американских. Они напичканы долларами. И они любят итальяночек, особенно молоденьких. О чем они там говорят? От этих людей надо держаться подальше. Мы не знаем, кто они. Во всяком случае, не нашего круга. Это все ты. Ты виноват. Зачем тебе надо было пускаться в эту авантюру? А что же оставалось делать? Интересно, откуда вы знаете такие глухие места? Мне приходится много разъезжать. Север, юг, с юг, север. На юге сейчас американцы. Это верно. Американцы на юге, немцы на севере. Я спик инглиш. Шпрехензи дойч. Дела. Бизнес. А какие у вас дела? Политика? Нет, вы не поняли. Бизнес. Бизнес. Покупаю. Продаю. Для меня все одинаковы. Были бы только монеты. Ты занимал такое положение. Так вот, для того, чтобы его не потерять, я и пошел на риск. В политике выигрывает тот, кто приходит первым. Фашизм умер. Умер навсегда. Ты понимаешь? А в баре теперь решается политическое будущее Италии. Благодари меня, что я тебе не дала идти по стопам других. У меня своя голова. И клянусь тебе, я не желаю ее потерять. Ну соглашайтесь. Там вы даже замуж сможете выйти. Я же сказал вам, нет. Послушайте. Не уговаривайте меня. Никуда я с вами не поеду. Не поеду, поняли? Вот и все. Благодарю. Сеньорина. Благодарю. Вы можете простудиться. Вы можете простудиться. Добрый день. Не двигайтесь. Не открывайте. Не двигайтесь. Не открывайте. Что здесь произошло? Мина. Мина. Осталась, наверное, от немцев. Вы не ранена? Нет. К счастью, нет. Пойду всех успокою. Вы спасли мне жизнь. Спасибо. Пустяки. Не стоит об этом говорить. А кто это? Это мой попутчик. Мы с ним едем в одной машине. А куда вы едете? В Кампу Бассо. Вы не похожи на южанку. У меня там родные. А вы? Я возвращаюсь домой. Простите, я провожу вас, только захвачу свои вещи. Что там случилось? Молодая девушка взяла в руки мину. Она убита. Нет, синьор, она жива. Непонятно, какая мина? Такая маленькая коробочка. Нажмешь и бум. И вы превращаетесь в току. Ваше островье не местное. Тут, наверное, все вокруг минировано. А почему бы вам не прогуляться немного? Как услышите бум, сами проверите. Вы слышали? Здесь мины. Не пугайтесь. Это, наверное, случайное. Я хотел этой девушке добра, а она? Предложил ей хороший бизнес. Он мог бы обогатить ее и меня. Она, видите ли, начала ломаться. А теперь вот болтается по лесу с каким-то бродягой. Сейчас мы с вами попали в Аркадию. Какая Аркадия? Она совсем в другом месте. Мы в Бамолис. Ну, вы же плохо разбираетесь в географии. Меня там, наверное, и ждут. До свидания. Не уходите. Побудьте со мной еще немного. Я так давно не разговаривал с такой милой девушкой, как вы. Ну хорошо, только недолго, а то они будут волноваться. А вы не боитесь путешествовать одна в такое время? Как вам сказать? Страшновато, конечно, но ко всему привыкаешь. Скажите, синьорина, а у вас действительно есть семья в Кампобасе? Я вам уже сказала. Извините, синьорина, но сейчас столько людей вдруг вспомнили, что их семьи живут на юге. Поэтому я... У нас в доме трое, а где трое найдется место для четвертого, если вы не против. Нет, спасибо. Решайте. Я вам предлагаю это от чистого сердца. Война, наверное, скоро кончится. Я искренне верю вам, но у меня действительно есть тетка в Кампобасе. И она ждет вас. Конечно, и ждет, иначе бы я туда не поехала. Я понял. Считайте, что я ничего не говорил. Спасибо за все. До свидания. До свидания. Добрый день. Добрый. Можно войти? Я пратенцо. Ну, входите, входите и прикройте дверь. Спасибо. Извините, там машина стоит. Я вот и решил узнать, может быть, для меня найдется и в ней местечко? К сожалению, боюсь, что нет. Нас уже и так много. Я заплачу. Вы не волнуйтесь. Дело совсем не в этом, поверьте. Простите, можно мне сказать, если мы потеснимся, то и ему места хватит. Одни меньше, одни меньше. Но сначала надо поговорить с шофером. Простите, а куда вы едете? К себе домой. Я живу в Потенце. Потенце на той стороне. И что вам дает оснований думать, что мы едем туда? Слушайте, молодой человек, мы совершаем небольшую прогулку. Сегодня тут, в одном селении, пристольный праздник, и все эти господа специально для этого приехали с севера. Очень остроумно. Смешно слушать все эти разговоры. Сразу видно, что вы новичок. Деньги есть. Все в порядке. И вы на той стороне. Не бойтесь, ничего с вами не может случиться. Сейчас немцам наплевать на нас. У них свои заботы. Максимум, что они с нами могут сделать, это... Они здесь, немцы. Гутен так. Это наши друзья. Вельхомен, вельхомен, камераден. Я знаю итальянский, все понимаю. Я ухожу, ухожу. Под стенки! Ск troisième. П Beltz. Это без мета муру. С этого нет! Здесь эти цепи. Один на камеру. П Shh? Sh~~ Итак. Слушайте меня внимательно. Мы находимся в оперативной зоне. Здесь военное положение. Тот, у кого найдут какое бы то ни было оружие, будет немедленно расстрелян. У нас нет оружия. Зачем оно нам? Мы ведь не воюем. Да. Простите, у меня есть нож. Он мне пригодится. Конечно, конечно. Как сувенир. Я давно хотел его подарить вам. Что это был за взрыв? Это была мина. Вы думаете, что вы говорите? Это была мина. Я утверждаю это, сержант. Подойдите ближе. Как у вас могла оказаться мина? А у меня ее и не было. Она валялась там, в лесу. И как же она туда попала? Не знаю. Тут были немцы. Даже приказ какой-то висит. А где она взорвалась? Метрах в ста от дома. Возле пруда. Хорошо. Допустим, это была мина. Но она же не могла сама взорваться. Советую вам не врать. Иначе для всех вас это может плохо кончиться. Для всех. Одну минуту, прошу вас. Я понимаю. Вы можете подозревать нас всех. Каждый на вашем месте сделал бы то же самое, но могу заверить в вас своей честью, что никто из нас к этому не причастен. Мы даже не знаем, была это мина или бомба. В доме во время взрыва не было той девушки и его. Он к нам пришел уже после взрыва. Уверяю вас. Правду я говорю или нет? Здесь допрашиваю я. Идите на свое место. Серьезно? Значит, взрыв произошел при вас. Я гуляла по лесу. Она валялась на земле. Я никогда в жизни мин не видела. Лежит какая-то коробка. Я ее и поняла. Почему вы врете? Если это так, у вас бы уже не было. Правда, было все именно так. Я сейчас все объясню. Этого я и жду. Вот и все. Счастливый случай. И только. Мы правду сказали. Мина наша. Вам повезло, что этот человек оказался храбрецом и вел себя как солдат. Кстати говоря, у вас есть документы? Вы откуда приехали? Из Удине. В отпуск? Да, сержант. Профессия. Земледелец. У моих родителей небольшой участок земли. Давно ваши руки не имели дело с землей. Я воевал в России и Югославии. А разве война закончилась? Меня дважды ранили. Это вид из документов. Я освобожден от воинской повинности. По вашему виду это незаметно. Ну ладно, можете идти. А вы подождите минутку. Останьтесь. Останьтесь. А теперь, как вас зовут? Юдиф Росси. Юдиф. Еврейское имя. Так звали мою бабушку. Я христианка. Арийка. Это сразу видно. Светлые волосы. Сдернутый носик. Нет, вас нет ничего еврейского. Вот только почему вы дрожите? Вы боитесь? Играете с минами и боитесь людей? Послушайте, сержант. Это девушка? Она ваша родственница? Нет. Вы вместе путешествуете? Нет. Тогда молчать. Вы одна? Я жду ответа. Я еду одна. Куда вы едете? В Понтичелло. Я очень огорчен, но я не думаю, что вы попадете в Понтичелло. Все. Все. Композитор. Композитор. Я еду. Гарт. Конкурат! Тааааааааааааааааааааааа. Таааааа. Когда вы намереваетесь отправляться? С наступлением темноты, чтобы избежать налета? Предусмотрительно Черт возьми, это же катастрофа Какая еще катастрофа? Цыплята подгорели, это что? Устяки? Ты только о жратве и думаешь А ты ждешь, что тебя немцы накормят? Опять остришь Ну что же будет? Надо посоветоваться с Деросси Понятия не имею Хорошо, но одного я не понимаю Простите, мы не помешаем? Нет, наоборот Что вы об этом думаете? Вы знаете, может быть я ошибаюсь Но кажется немец эту девушку в чем-то подозревает Как вы считаете, она еврейка? Судя по ее испуганному виду, весьма возможно Надо же было, чтобы это случилось с нами Заметьте, я не расист Я сам спас жизнь многим евреям Но теперь, когда мы уже почти уцели Это было бы слишком большое невезение Если вы что-нибудь хотите скрыть То знайте То лучший способ дать им понять Это показать, что вы чего-то боитесь Да, наверное, это так Могу я вам чем-нибудь помочь? Что же вы молчите? Вы очень добры ко мне Но мне помочь нельзя Но простите меня Наши документы ведь уже проверены Почему же мы не едем? Действительно, чего мы ждем? Нет, 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 нет Вы забыли, шофер сказал ему, что мы подождем, пока стемнеет Если мы уедем раньше, он подумает, что мы чего-то боимся Вы со мной согласны? Это верно Вот, конечно, верно Можно вас на минутку? Я не хотел бы быть нескромным Но мне хочется у вас узнать Если бы я могла побыть с ним хотя бы полчаса Я уверен, что добилась бы всего А это идея Ваш муж будет в восторге Послушайте Предположите, что мы тут застряли надолго У вас много денег с собой? Нет, нет, нет Я человек весьма осторожный Я с собой денег не вожу Все свои капиталы я вложил в казначейские боны Казначейские боны? Как вам пришла в голову такая мысль? Это самое верное помещение делик Пока есть правительственная гарантия А вдруг она рухнет? Я уверен, что мы победим Все готово Живо накрывайте на стол Ну, дорогие друзья Надеюсь, вы все примете в этом участие А вы что, не хотите есть? Ждете особого приглашения? Послушайте, а хлеб у нас есть? Хлеба нет Нет? Что же делать? Вот это весело Как же мы будем есть без хлеба? Я вас выручу Молодец, солдат Вижу, ты запасливый Хорошо, что посуда сохранилась Вот хлеб, правда, он не свежий Ничего, главное, что он вовремя появился Полагаю, следовало бы пригласить к столу и сержанта Нет, немцы слишком много едят Дайте мне хлеб А мне кажется, надо Он никого не стеснит А такая любезность с нашей стороны Может его, по-моему, даже тронуть Пусть кто-нибудь пойдет и пригласит его к столу Лучше всего, это сделать Вам, как самый молодой из нас Мне? Есть о чем говорить Простите Джермана Джермана Не смей ходить, отстань Джермана Зачем нам делить обед с этим сержантом? А почему нет? Разве в Евангелии не сказано, что волки будут жить в мире с ягнятами? А голуби спокойно летать вместе с коршунами Ну как, теперь вам лучше? Лучше, да Я должен вам сказать, что вы очень опытная сестра Благодарю вас от всего сердца Извините, пожалуйста, мы хотим пригласить вас к обеду Я за этим и пришла Так вы поняли, что я ему сказал? Вы говорите по-немецки? Мне это нравится Когда много путешествуешь, всегда чему-нибудь научишься А когда-то я была артисткой Театра? Нет Ревью Эй, Франц Эй, Франц Когда в комнате дама, двери никогда не закрывают Ну-ка, попробуйте встать Осторожнее Вы можете упасть Что там такое? Давайте не будем ждать, пока они придут Давайте садиться Вы не возражаете? Вы не возражаете? Ты думаешь, она его уговорит? Я в этом уверена Дамочки, подобные ей, всегда имеют успех у унтер-офицера Когда же они спустятся? Я умираю с голоду Пусть он знает, что мы люди воспитанные Господа Как это приятно Сегодня вы наш гость, сержант Я знаю, что мне следовало бы прийти с цветами Но, к великому сожалению, здесь их невозможно достать Ищу себя надеждой, что вы мне это простите Ваши цветы прекрасны, сержант Сегодня они будут украшать наш стол Благодарю, вы очень любезны, сеньора Прошу вас Спасибо Садитесь Ваше место вас ждет Благодарю вас Вот сюда, пожалуйста Мое место здесь Дайте мне хлеба Это вам Надо есть Этого много, я столько не съем Нет Не надо На сегодня уже хватит По-моему, воспитанные люди, садясь за стол, снимают шляпу Берег Смею вас уверить, что сидя между двумя такими ангелами, как вы Я должен себя чувствовать как в раю При условии, конечно, что туда впускают и немцев Пускают, конечно, впускают А вы что об этом думаете? Прошу вас, сядьте напротив меня Мне это будет очень приятно Если вы меня узнаете поближе, может быть, вы перестанете меня бояться Но чего же вы боитесь? Если сержант так хочет Доставьте удовольствие сержанту Сядьте же Вот это прекрасно Но я вижу, у вас нет прибора Я могу вам предложить свой нож Передайте Берите Спасибо Не за что Желаю всем приятного аппетита Приятного аппетита Благодарю вас всех и вам того же желаю Спасибо, спасибо Этим не наешься Видно, они здорово ужарились Не они ужарились А ты их ужарил, пока готовил Только чтобы узнать, не мало ли соли Я съел-то всего кусочек Человек-существо слабое Иногда бывает трудно устоять против искушения Не правда ли? А вы, вы почему ничего не едите? Вам что, не здоровится, синерина? Нет У меня просто нет аппетита А как это могло случиться, сержант Что такой интеллигентный человек, как вы До сих пор не офицер? В этом виновата война Я, видите ли, до войны учился в консерватории Вы музыкант? Был когда-то А теперь я играю больше на автомате Но какое имеет значение чин? Германия унтер-офицер основной костяк армии Они являются настоящими командирами К великому сожалению Почему? У вас есть основания быть ими недовольными? Говорите откровенно Не все такие, как вы Спасибо Я передам ваш комплимент коллегам Во время отступления я был в России И что же? Немецкое командование правильно поступило, сократив линию фронта Зимой воевать очень трудно Увидите, что будет весной Слышите? Что это? Летающие крепости Один бог знает, где они сбросят свои дьявольские бомбы Где они туда сбросят Как вы считаете, вражеский фронт находится в движении? Все зависит от того, что подразумевать под вражеским фронтом Американский продвигается Я твердо уверен, что победит в конце концов немецкая армия Я тоже в этом уверен А вы? Вы? Какого мнения? Говорят, что Великий Рейх вел в действие новое мощное оружие Если бы итальянцы вели себя на войне так же смело, как в разговоре Мы бы ее давно выиграли Очень может быть, сержант Мне только кажется, что мы ошиблись в выборе врага Я могу поставить вас к стенке за ваши слова Я знаю, вы все можете Сила на вашей стороне Давайте лучше выпьем Я поднимаю бокал за победу немецкой армии Очень любезно Благодарю вас А вы почему не пьете? Я не пью спиртное Понимаю Вы не пьете спиртное У вас нет аппетита Вы молчите И по-видимому Я вызываю у вас отвращение ко всему Если все вас просят, нехорошо отказываться Выпейте Ну что же вы, пейте А если я попрошу вас? Посмотрите на меня, что я вам взял плохого? Я не ем детей Можете быть спокойны Сержант Сержант Надеюсь, вы не обиделись? Не беспокойтесь А вы? Я? Поднимитесь ко мне Юдит Умоляю вас Не плачьте Вернитесь в дом Вы же простудитесь? Нет Отчего вы его боитесь? Не надо Я иду Садитесь Садитесь и закройте, пожалуйста, дверь Если у вас есть намерение убить меня, поберегите пулю Я уже приговорен к смерти Это вопрос месяца, максимум двух За военные преступления? Что-то в этом роде Тогда нас двое таких Почему? А вас за что? Мы проиграли эту войну Я знаю Да, только вы не имеете права этого сказать А я имею Но у нас нет смирения итальянцев, которые утверждают, что ошиблись в выборе врагов Вы знаете наш девиз Гот мит унс С нами Бог Мы, немцы, кидаемся в пропасть Будучи уверенными Что находимся на правильной дороге Послушайте пропаганду союзников Они отличают итальянских фашистов от антифашистов А что касается немцев Они этого не делают Нацист, не нацист, без разницы Они всегда говорят о немцах в целом Когда вы пригласили меня к столу Я совершил непростительную глупость Решив, что я обыкновенный человек Такой же, как и все Но вы сделали все возможное Чтобы доказать мне, что это не так Возьми хотя бы эту напуганную евреечку Но вы же знаете, что она не еврейка Ну и что? А я чудовище Нацист, пожирающий евреев Вы приняли меня за эсэсовца с автоматом в руках? Ну что ж Я вас поставлю к стенке Раз я такое чудовище Почему вы смеяетесь? Неужели это так смешно? Нет Мне интересно, что вы сказали внизу, услышав наш разговор Вот как Я удовлетворюсь гораздо меньшим Приедите сюда эту маленькую евреечку И я вам докажу, что я совсем не расист Я хочу испытать всех вас Хочу посмотреть Хватит ли у кого-нибудь из вас храбрости Защитить эту девушку Возможно, что у кого-нибудь ее и хватит Вот и прекрасно Я не боюсь смерти Попытайтесь убедить эту девушку Что она Может спасти всех вас Хватит ли у кого-нибудь из вас Чего хотел этот немец? Просто поболтать Он говорил обо мне? Нет, нет Если вы не возражаете, нам бы тоже хотелось знать, о чем мы там с ним разговаривали Так, пустяки Он спятил Война ему в голову ударила То есть как это спятил? Скучает в одиночестве Говорил, что немцы проиграли войну И требовал, чтобы я это подтвердил Но вы, надеюсь, нас не путали? Что это? Вода, чтобы принять ванну Для кого? Для сержанта Он нашел во мне верного раба Неужели ты мог подумать, что я вдруг решил помыться? Чего только не сделаешь ради куска хлеба Мы приютили у себя молодого офицера Очаровательного И мой муж меня к нему ревновал Конечно, напрасно Он говорил, что этот немец сыник и бабник Ну, понятно, чтобы унизить его в наших глазах Ну, что вы нервничаете? Сядьте Мне так страшно Это пройдет Вы понимаете Главное это транспорт Основная проблема завтрашнего дня На нем можно заработать миллиарды Да-да, после этих бомбежек в стране Все пути сообщений будут разрушены А потом Если все закончится благополучно И я создал журнал В наши дни это очень важно Нужно поднять национальный дух После того, как наступит мир Все недовольны, а их будет немало Придут к нам Это великолепная идея Все продумано И вы организуете свою партию? Возможно А то у меня уже на это денег просили И вы им дали? Да И расписку взяли Зачем? Она вам сможет еще пригодиться А вы, я вижу, практичный человек Марчелло Марчелло Успокойтесь Где я? Вы со мной? Поспите еще немного Но Нет Мне приснился ужасный сон Который час? Вы спали всего несколько минут Кто это, Марчелло? Эй, вы! Вы ко мне? Да, подойдите сюда К вашим услугам, сеньора Итак, в чем дело? Слушайте Вы можете нам объяснить? Да? Кто такой Марчелло? Марчелло? Понятия не имею Эта девушка только что говорила О каком-то Марчелло Послушайте, неужели вы нам не доверяете? Я вам вполне доверяю Но убейте меня Я не знаю, кто этот парень Вы ничего не знаете Разыгрываете себя, джентльмена Чего вы от меня хотите? Я действительно понятия не имею О ком идет речь По-моему, они все с ума посходили Вы со мной согласны? Вас действительно интересует мое мнение? Да Мерзавцы! Вот мое мнение Кто? Да все Банда сволочей Они сволочи Мы все Согласен И что было дальше? Помочь им я уже не могла Я схватила Марчелло И мы побежали в лес Как вдруг я упала А он убежал к ним Его убили Мерзавцы С тех пор я их возненавидела Когда я вижу немецкую форму Я схожу с ума Ничего Скоро они получат по заслугам Вы благородный человек Единственный из всех здесь Правда? Это очень приятно Но вы меня совсем не знаете Я в этом уверена Вы знаете Я ведь не еду в Кампо-Басо У меня там никого нет У меня вообще никого нет Так куда же вы едете Не знаю сама Куда глаза глядят Знаете что Поедемте к нам Мои родители с радостью вас примут И я буду счастлив Они наверное считают Что я давно погиб Моя мать совсем старенькая Она умрет Если я внезапно появлюсь А вы пойдете вперед Скажете и скажете Я видела Энца Вашего сына Он скоро к вам вернется Но Но ведь она меня не знает Ну что же я могу ей написать Дорогая мама Это Юди Прими ее получше Потому что Потому что Потому что Потому что Потому что на войне Я многое понял И прежде всего Она меня научила Каждую минуту ценить Скоро мы можем ехать Пора собираться Ты думаешь Тем лучше А по-моему еще рановато Не с ума сошли Только этого не хватало Я хотел ему помочь Извините Я сам не знаю Что делаю Иногда это со мной бывает Мы как будто В сумасшедшем доме Ну что готовы? Чему готов? Как чему? Вы же сказали Как только с темнеет Мы поедем А я сказал А потом получил Другой приказ Какой приказ? Не уезжать До особого распоряжения А кто вам дал Такой приказ? Сержант Почему? А я почем знаю? Тогда он вам это сказал Когда я отнес ему воду Он мне сказал Шофер Никто отсюда Без моего разрешения Не уедет Так что он приказывает Своим солдатам А не мне Возможно А я обязан Его слушаться Он мне сказал Шофер Ты один Не отвечаешь за всех Ты понял? И при этом Он так нежно Поглаживал свой автомат Почему же вы до сих пор молчали? Я думал Вы знаете Думал Я сам с ним поговорю Идите Идите Вам на все наплевать А у меня семья Я кормлю своих детей И не намерен за вас подухать Я еще не совсем спятил Ну что едем? Сейчас Сейчас Куда ты? Куда ты? Войдите Слушаю вас Извините меня За беспокойство Но вы как будто По крайней мере Я так слышал Запретили нам уезжать Это наверное Недоразумение Я не запрещал Я только сказал Что ваш отъезд Возможен при условии О котором я имел честь Сообщить одному Из ваших товарищей Он вам не передал? Мне? Нет Он мне должен был передать? Нет 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 И вам лично Так вы ничего не знаете Слушайте, сержант Могу я быть с вами откровенными Почему? Из-за кого-то Мы должны тут задерживаться Парентья я первый раз вижу в жизни Мы из любезности взяли машину Его и эту молодую девушку А теперь Из-за них мы не можем отсюда выехать Документы у нас в порядке А выданы они властями Извините меня Более высокими, чем вы Ну что ж Можете на меня жаловаться Только смотрите Не опоздайте Не забудьте Что мы на войне И вы знаете не хуже меня Что ваша жизнь В моих руках Объясните, пожалуйста Что происходит А черт его знает Не жаль он нас задерживает Кажется, да Я в этом не сомневалась Вы думали, он нас так легко отпустит? Ну почему? На каком основании? Опять все сначала Что вы у меня спрашиваете? Спросите у вашего мужа Послушайте Почему вы не сказали нам Об условии, которые он поставил? Потому что это условие Неприемлемо А кто вы такой, чтобы решать за нас Приемлемо оно или нет? Я отлично понимаю Чем можно платить, а чем нельзя Мы заплатим, не волнуйтесь Вы можете сказать Сколько он хочет? Вполне нормально Он прав Деньги всем нужны Так сколько же? Ему не деньги нужны А что же ему нужно? Вы хотите, чтобы я вам сказал? Поиздеваться над нами Унизить Ему нужна маленькая юдиф Теперь понимаете Что ему надо? И он требует Чтобы мы сами Заставили ее прийти к нему Если я вас правильно понял То мы теперь вроде как арестованные Вы оптимист Что это значит? То, что вы в лучшем случае Совершите путешествие в Германию В пломбированном вагоне А вы нет? Нет Я нет А, я забыл Вы их друг А они своих шпионов ценят Он цыплят ворует Шпионам быть труднее А вы торгуете на черном рынке? Верно Но под своим именем А путешествую я не с фальшими документами Как многие Вы меня поняли? Я вам советую выражаться поосторожнее Вам известно, кто я? Подумаешь, какая птица Сразу видно, кто вы А вы вообще лучше помолчите Думаете, сержант ребенок И не понял, что вы дезертир? Хватит, господа Хватит Надо сделать все Чтобы отсюда выбраться Но только не на машине А пешком Не говорите глупостей Такой холод ночью Какая чепуха Мы заплатили вам И вы обязаны доставить нас на место Не волнуйтесь, не волнуйтесь Не будем терять головы Надо спокойно обсудить положение Согласен Оставаться здесь с каждой минутой Становится все опаснее Есть три года Первый Бежать Ирунда Вокруг полно солдат Второй Попытаться уговорить сержанта У него все наши документы Ведь мы уже пытались И последний выход Отдать его девушку Я этого не сказал Но подумали Противно вас слушать Вам противно? Послушайте, Доросси Я уверен, что вы отсюда Так или иначе выскочите Но все поймут наконец С кем я ее делаю Может я и выскочу Но что вы из себя представляете Я уже давно понял У меня по этому поводу нет иллюзий Такие люди, как вы Из всего извлекают пользу Что это такое? Американская армия Если они прорвутся Мы с вами окажемся В самом центре боя В самом центре боя? В самом центре? Вот что ты наделала А я ведь предупреждал Тише, тише Нужно было быть идиотом Чтобы тебя послушать Знаешь, что я сделаю? Я брошу тебя здесь одну Брошу одну Да, я знаю, знаю Ты на все способен Да, да Ты права Ты на все способен Ты меня хорошо изучила Ты не знаешь, на что я способен Ты привезла меня сюда Чтобы я подох здесь Чтобы от меня освободиться Так вот, ты останешься здесь одна Совсем одна, слышишь? Одна моя дорогая Хватит, хватит мне с тобой возиться Это мои вещи Извините Это все пустяки Но лучше поставьте на место Боже мой Я совсем потерял голову В самом центре боя В самом центре В самом центре Можно вас? Мой молодой друг Я прекрасно понимаю То, что я сейчас скажу Малоприятно Но это моя обязанность Мы все в опасности И должны помогать друг другу Вы должны убедить девушку Принять его условия Всего лишь одно ободряющее слово И только Вы и ваш муж Вы хуже того немца Не надо преувеличивать Надо же найти Какой-нибудь выход Из этого положения Вот мы и стараемся его найти В конце концов Мы из-за нее попали в эту историю Совершенно ясно Что нам необходимо Отсюда выбраться Как можно быстрее А вам больше, чем кому-то ни было Вы отдаете себе отчет В том, что вы говорите Ведь это чудовищно И все таки, молодой человек Вы слышали, что она сказала Хватит Я могу только признать Что этот унтер-офицер Вел себя более, чем корректно Он вполне мог бы применить силу Но, как видите, он этого не сделал И вел себя как джентльмен К тому же он и собой не дурен Что очень кстати Джермана Если он вам нравится Почему бы вам не пойти к нему? Потому что я не в его вкусе Вы подвергаете всех смертельной опасности И не хотите спасти нас Вы уже не ребенок Должны понимать Простите Может быть, я не ребенок Но ваша жена тоже не девочка Позвольте, позвольте Кто вам дал право скорблять мою жену? А кто вам дал право скорблять других? А вы меньше всех имеете право разговаривать Не надо, господа Не надо припираться Перестаньте Я вам дам пять тысяч лир Если вы согласитесь К нему подняться По-моему, каждый не надо Тихо Я их выручу Я пойду за документами Не говорите так громко Куда вы идете? Что вы хотите сделать? Я его убью Не ходи Мы не хотим быть соучастником убийства Я пойду с тобой Я не хочу, чтобы вы из-за меня рисковали жизнью К счастью, семья Рина Благоразумнее вас Слушайте, единственный человек Способный переубедить немца Это вы Да, вы Уверяю вас Вы одна Немцы Народ очень сентиментальный Поднимитесь к нему Поговорите И вы увидите Он вас послушает Обратитесь к его чести К его прошлому Как человек искусства Вы же слышали? Он музыкант Ну потрачьте немного Напомните ему О его матери О его жене Его дочери Сестре Невесте Есть же у этого немца В семье какая-нибудь женщина Ну идите, идите Она останется здесь Вы знаете, почему он так близко Принимает это к сердцу? Потому что он ревнует ее К этому немцу Я видел, какими глазами Он смотрел на нее Что ты болтаешь? Он мне этого сержанта Убить хочет, чтобы... Я заставлю замолчать Этого болвана Только подойди Я тебя так разукрашу Что ты с целым себя не узнаешь Что вы делаете? Вы действительно Все сошли с ума Пойдем на свежий воздух Пойдем, дружище Тебе не мешает Проветриться Прошу вас Успокойтесь Он заплатит мне за это Посмотрите, что вы с ним сделали Он получил по заслугам Не ходите туда Да, да Ну ради меня, прошу вас Хорошо, хорошо Я вам обещаю Хорошо бы коньяку Как он себя чувствует? Плохо Очень плохо Он ему разбил голову И в этом только вы Да, только вы одна виновата Я виновата? А кто же еще? Странно, что вы этого не понимаете Ну как, ему легче? Ни одно непонятно Если ему нравится она Почему он нас всех задерживает? Пошел? Дай ему понюхать Прошу вас Прошу вас Может быть, это бестактно Но я вам хочу задать один вопрос Раз вы знаете, чего хотите Почему вы не берете силы? Вы меня оскорбляете Разве это оскорбление? Если бы я хотел взять эту девушку силой Мои солдаты давно бы ее привели ко мне Но простите, я не животное Так докажите нам это, сержант И отпустите нас Нет Я хочу, чтобы она сама сюда пришла Я хочу насладиться ее унижением Иначе я вас отсюда не отпущу Вы поняли? Но мы-то здесь при чем? Какое мы имеем отношение к этой истории? Если вы хотите знать Это несправедливо и нечестно На войне все несправедливо Ну хорошо Может быть, тогда вас это устроит? Нет, нет, нет Это золото? Не, оно не нужно Ну что еще предложите? Вот это кольцо Нет, 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 нет Раздевайтесь Смотрите Вот ваши документы Ну Я жду Раздевайтесь Нет Чего же вы ждете? Вы хотите, чтобы он нас всех расстрелял? Моя жена права Он никого не пощадит И прежде всего вашего друга Его расстреляют, как дезертира Вы должны решиться Иначе будет поздно Спасите его Вы же его любите Неужели вы хотите его потерять? Идите, пока его здесь нет И исполните свой долг Ни один поступок не может быть плохим Если он совершен в благих целях Идите Смотрите Будет поздно Ну, вы решились? Нет Ты мерзавец Хотел оставить нас в дураках И уехать один? Не удалось? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Я слышал, как сержант велел солдатам пойти на разведку Куда? Недалеко, в лес Они скоро вернутся Нам надо бежать, пока их нет Без документов? Плюнь ты на эти документы Американцы рядом Все будет в порядке Если нам повезет Иди, приведи ее А остальные? Мы к черту! Это банда подлецов Приведи ее Что с тобой? Тебе плохо? Посиди спокойно Посиди, может быть пройдет Нет, не пройдет Со мной уже гестапо свело счеты Они вдавили мне ребра в легкие Оставь меня Уходи вдвоем с ней Мне все равно подыхать Я тебя не брошу Ты пойдешь с нами Я тебя не брошу Кофер, вот документы Значит, мы можем ехать А остальных ждать не будем Наплевать на них Едем, быстрее Мерзавец Мерзавец Он убил его Идемте, едим, скорее Одевайтесь Бежим, нельзя терять время Каждую минуту могут прийти солдаты Что тут такое? Что здесь делят? Что здесь делят? Погасите свет Быстро к окну Сколько их? Шесть Осталось пять Постойте, это американцы Не стреляйте Не служите его Это ловушка Бейте их Стреляйте Братья Где вы, братья? Бросайте оружие Руки вверх Боже мой, Энсо Здесь раненый Эй, док Осмотри его Можете опустить руки? Вы его знаете? Это близкий вам человек? Садитесь в машину Вы поедете вместе с ним С вами поедет наш санитар На втором этаже Мертвый немецкий солдат Еще один? Кто здесь шофер? Я шофер Отвезите их С большим удовольствием То есть как? Позвольте А так же мы Вы же должны нас везти Не волнуйтесь Я за вами приеду Поедете медленно И осторожней Все будет в порядке Зажгите свет У кого есть спички? Дай мне стул Плиз Спасибо А он симпатичный Расскажите, что здесь произошло? Сержант, я сейчас вам Нет, нет, нет Я буду задавать вопросы А вы отвечаете Разрешите, я буду вести допрос Так, как считаю нужным Почему вы в нас стреляли? Мы, видите ли, думали Что вы немцы, а не американцы А почему вы стреляли в немцев? Вы что, партизаны? Простите? Он думает, что мы партизаны Мы? Нет Какие мы партизаны? Смешно слушать Мы путешествовали А они напали на нас И нам пришлось защищаться Он говорит правду Так выходит, что немцы Напали на мирных людей? Time up, Jack Что мы путешествуем Мишенными Едем на юг И попали Вот в такую передрягу Больше вам ничего не грозит Но вы меня простите Предположим, на минуту Что вернутся немцы? Если они застанут нас с вами Я хочу сказать Они не вернутся Меня вот что интересует А где теперь фронт? Вчера вечером мы перешли Кампо Басо Теперь фронт севернее Ваша сумочка Не волнуйтесь Он выздоровеет Уверяю вас Много убитых лежало на улице Да еще и здесь Неужели их всех убили вы? Отвечайте Да, мы Конечно, мы Все Да, я, они Но вы же не солдаты У вас для этого Должны были быть Серьезные основания Основания? Можете мне верить Весьма серьезные Да Это верно Они Они взяли нас в плен Хотели изнасиловать наших женщин Нам пришлось заступиться Началась драка Такая была потасовка Вот следы Если не верите Можете посмотреть Изнасиловать Ваших женщин? Да Мою жену Они хотели Изнасиловать женщин Вот этих господ И они это сделали? Как вам могло прийти Такое в голову? За кого вы нас принимаете? Лучше смерть Чем перенести такой позор? Лучше смерть Мне кажется Господа Вам не следует Торопиться Если все это правда Вы должны остаться И написать жалобу Немцы В конце концов Ответят За все преступления Которые Они совершили Остаться? Нет, нет, нет Помните У меня бизнес У меня нет ни одной Свободной минуты Я тоже не могу А вы, сеньоры? Они ничего не сделали мне И мне Они не тронули У меня ни одного волоска Наоборот Но вас-то они тронули Они вам разбили голову А вы не хотите остаться Чтобы написать на них жалобу? Нет, нет, нет Если хотите знать правду Я ударился о дверь А вы? Что я? Подойдите сюда Вы до сих пор Не сказали ни слова Я мог бы подать жалобу И что же? Вы не поверите мне Почему? Они вам все наврали Это их надо судить Вот они все перед вами Вы с ума сошли Замолчите Какой негодяй И вам не стыдно? Я говорил Трудно поверить И все же это так Не знаю Но они все против вас Да, все заодно А все свидетели Мертвы Мертвы Да, все убиты Но мы-то Мы-то еще живы Значит, никто из вас Не хочет подавать жалобу Тогда все Тогда все Настоящий герой Какая смелость Это могло Стоит нам жизнь На наше счастье Пришли американцы Конечно Знаете, они Симпатичные Верно Но мне это помогло Познакомиться с вами Я бы сказал Условий исторических Не бойтесь этого слова Мне бы хотелось Попросить вас Об одном одолжении Всегда к вашим слугам Вы помните Я говорил вам Что все свои деньги Я поместил в казначейские боны Так это все сущее вранье Все мои капиталы Швейцария Так что Если вы не изменили Своего плана Насчет транспорта Понятно Сентябрь 1943 года Среди насилия Измены Подлости Родилась чудесная Трогательная Любовь Конец фильма Оператор-постановщик Альдо Джордани Художник-постановщик Ламберто Джованниоли Композитор Альдо Пига Монтаж Марио Серандреи И Энцо Алавизо Фильм озвучен для киноклуба Феникс В 2011 году